Третья годовщина кровавых противостояний на Майдане. События 18-20 февраля 2014 года оставили глубокий и болезненный шрам в истории Украины. Мы начинаем рассказ о трех самых трагических днях революции достоинства, о времени на грани мира и войны, рабства и независимости, российского прошлого и европейского будущего. 18 февраля с самого утра в 8.00 митингующие собираются на Майдане. Оттуда несколько десятитысячных колонн отправляются к парламенту. Основные требования – возвращение Конституции 2004 года и наказание виновных в издевательствах над активистами Евромайдана. Однако правительственный квартал полностью перекрывают силовики. Улицы загораживают автобусами и грузовиками. Активисты пытаются попасть к парламенту через Шелковичную, но их не пускают. Против демонстрантов используют помповое оружие и светошумовые гранаты. Их бросают с крыш ближайших домов. Митингующие в ответ бросают камни и петарды. В ход идут коктейли Молотова. Горят два грузовика, блокирующих проход по Шелковичной. Тем временем на углу Грушевского и Крепостного переулка начинается штурм еще одного милицейского кордона. Под напором активистов внутренние войска отступают. В МВД сообщают – от резиновых пуль силовиков пострадали две женщины. Одной – выстрел пришелся в область сердца, другой – прямо в лицо. Эта статистика далека от реальности, ведь горячих точек все больше, а противостояние ужесточается. В Мариинском парке со стороны метро «Арсенальная» милиция и активисты бросают друг в друга коктейли Молотова. Спецназовцы закидывают майдановцев светошумовыми гранатами. В полдень на подмогу им прибывают проплаченные властью тетушки. Их останавливают силы самообороны. У задержанных находят взрывпакеты, начиненные гвоздями. Вот, гвозди, гвозди, гвозди. Около часа дня «Беркут» оттесняет митингующих по институтской в сторону Майдана. Активисты начинают строить баррикады, используют брусчатку и подручные материалы. В соцсетях появляются сообщения о трупах, которые силовики грузят в автомобили и вывозят в неизвестном направлении. Число пропавших без вести растет. С 16 работа метро полностью прекращена. Власти аргументируют угрозы теракта. На самом деле хотят остановить поток неравнодушных людей, которые спешат на Майдан. Через час милиция оттесняет протестующих к Октябрьскому дворцу. А спецподразделения берут в оцепление украинский дом, занятый активистами. Требуют сдаться до 18.00. Иначе обещают навести порядок любыми средствами. Объявляют антитеррористическую операцию на Майдане. Около восьми вечера наступление на Майдан начинается со всех сторон. Против людей используют водометы, подтягивают два БТРа. Протестующие в ответ защищаются пиротехникой. Ближе к ночи власти лишают Майдан света и прорывают баррикаду со стороны Европейской площади. Пылает дом профсоюзов. В нем раненые активисты. Начинается эвакуация. Однако кто-то заблокирован на этажах. По разным данным, спасти от пламени удалось от 30 до 40 человек. Согласно официальным данным, 18 февраля погибло 23 активиста. Многие из них от огнестрельных ранений. Некоторые от травм, нанесенных силовиками и тетушками. Медицинская служба Майдана сообщила о более полутысячи раненых. Еще 50 были задержаны. Любовь Задорожная, Юэй ТВ.